Итак, добрый вечер. Мы начинаем наше занятие по дисциплине Ethics and Future of the Digital World – Этика и будущее цифрового мира. И эта дисциплина является частью модуля Digital Humanities in the Republic of Kazakhstan, по которому мы работали с вами в прошлом году в рамках проекта Жан Мане, Айсулу и Расул Каспановы, хорошо, спасибо, теперь я поняла, кто это. Добрый вечер. По которому мы с вами работали в прошлом году – это вторая дисциплина модуля. Как вы знаете, модуль предполагает три дисциплины. Третьей дисциплиной в следующем семестре будут дисциплины приглашенных профессоров из Эстонии и Франции. Оба они прочитают свою версию компаративного анализа, comparative analysis of digital humanities in Europe and the Republic of Kazakhstan. То есть сравнительный анализ цифровой гуманитаристики в Европе, в европейских странах. Каждый со своей точки зрения, конечно, прочтет и республики Казахстан. Я надеюсь, что все это состоится, мы над этим работаем. Соответственно, сегодня у нас достаточно короткая лекция, первая лекция, которая является вводной и которую нам, конечно, необходимо с вами провести. Эта лекция, собственно, посвящена введению в дисциплину этика и будущее цифрового мира и носит название «Добродетельный город Smart City». Соответственно, мы с вами сегодня вспомним о том, что такое добродетельный город и что такое Smart City с точки зрения Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Затем мы с вами посмотрим наш драфт-силабус на этот семестр. Может быть, какие-то вопросы вас даже могут заинтересовать. Некоторые темы перекликаются с темами, которые мы с вами рассматривали еще в прошлом году, и мы постараемся их рассмотреть более подробно. Но прежде всего мы с вами должны как молитву повторять, что цифровая трансформация не сводится к технологиям. И именно для этого мы, собственно, этот проект и затеяли. То есть, конечно, проект, он еще пока что небольшой. Мы надеемся, что он получит дальнейшее развитие. И в настоящий момент мы стараемся рассматривать те аспекты цифровой трансформации, которые не очевидны. Они не очевидны для многих людей. Многие думают, что цифровизация – это только поставить компьютеры где-то в компьютерном классе, причем какие угодно компьютеры. Или, допустим, провести интернет, Wi-Fi сделать. То есть, какие-то технологические изменения. При этом очень часто не учитывается изменение, во-первых, характера связей. То есть, совершенно очевидно, изменился характер связей. И прежде всего, академических связей, поскольку мы с вами академические работники. Академические связи изменились. И в особенности мое поколение, потому что ваше поколение более молодых людей, вы все-таки цифровые аборигены. То есть, это люди, которые родились в эпоху… Ну, как минимум, в детстве уже вы знали, что такое компьютер, что такое интернет. Тогда как я, допустим, узнала об этом во взрослом возрасте. Соответственно, мы можем сравнивать жизнь университета и академии до цифровизации, после цифровизации. И несмотря на то, что, конечно, сам процесс цифровизации, он не всегда проходит гладко, можно констатировать, что изменения произошли значительные, глобальные. Прежде всего, изменения в отношении прозрачности. Причем прозрачности не только со стороны руководства, допустим, вузов, да, каких-то руководящих. Не только со стороны преподавателей, но и со стороны студентов в какой-то степени оказалось сложнее проявлять академическую нечестность. И я всегда повторяю, вот один из показателей, это моя деятельность в качестве ответ-секретаря Вестника философии, культурологии и политологии нашего факультета. И часто так бывает, что люди просто не осознают, что сейчас все проверяется на антиплагиат. Если антиплагиат недостаточно высокий, то, то есть процент, наоборот, антиплагиата недостаточно высокий, то статью просто не берут к печати. И, к сожалению, очень многие авторы пытаются перезвонить, получив официальный отказ, пытаются перезвонить и как-то, так сказать, урегулировать ситуацию. То ли рассказывая мне какие-то вещи, что, оказывается, там этот антиплагиат, он такой у них низкий, потому что, потому что, потому что, то пытаясь, может быть, даже где-то там что-то там попытаться как-то продвинуть свою статью, обходя антиплагиат, что невозможно, да. Хотя бы этот пример уже многое показывает. То есть, разумеется, цифровизация – это один из путей к академической честности. Я в этом убеждена. Хотя есть свои недостатки. Есть, безусловно, свои недостатки, о которых мы будем с вами говорить. Однако, прежде всего, мы должны запомнить, что цифровая трансформация – это изменение характера связи, и это изменение очень многих этических принципов, в том числе принципов научной этики, да. И вам, как магистрантам, это должно быть очевидно, понятно и очень важно об этом помнить. Ну и мы с вами прекрасно знаем, что Казахский национальный университет имени Альфа-Раби разрабатывает или воплощает в жизнь модель Альфа-Раби университета Smart City. И, собственно, с этого я хотела начать вводную лекцию, да, потому что мы, с одной стороны, все знаем, это очень широко, эта информация распространяется. Я уверена, что так или иначе вы эту информацию встречали, вам об этом говорили, вы, возможно, посещали какие-то официальные мероприятия по этому поводу. Но в то же время, что такое модель Альфа-Раби университета Smart City, частенько студенты об этом не знают. Эта модель, как заявлено на сайте, разработана на основе идей и учения Абу-Насра и Альфа-Раби о добродетельном обществе, в частности, выраженном в его трактате о взглядах жителей добродетельного города. Как студенты, то есть магистранты факультета философии, вы прекрасно знаете об этом трактате, о его существовании. Я уверена, что знаете о его содержании. Однако, что же такое, собственно, вот эта вот модель, этическая модель, которая вкладывается в основу Альфа-Раби университета Smart City. То есть предполагается, что вот этот Smart City, который есть в нашем университете Альфа-Раби, это тот самый добродетельный город в миниатюре. У Альфа-Раби мы можем прочесть следующее, так как природа благо в действительности такова, что оно достигается по желанию и свободному выбору, а зло также достигается по желанию и свободному выбору, так что город может способствовать достижению некоторых целей, представляющих собой зло. Всякий город может послужить достижению счастья. Город, в котором объединение людей имеет своей целью взаимопомощь в делах, в коими обретается истинное счастье, является добродетельным городом. И общество, где люди помогают друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельное общество. Народ, все города, которого помогают друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельный народ. Таким же образом вся земля станет добродетельной, если народы будут помогать друг другу для достижения счастья. Я считаю, что это прекрасная теория, прекрасное этическое учение Альфа-Раби, в котором говорится, что мы рождены для счастья, и наша святая обязанность, во-первых, стремиться самим к счастью, и во-вторых, помогать достижению счастья другими людьми. Я думаю, что это прекрасный идеал. Однако что же такое счастье для Альфа-Раби? Ведь мы прекрасно знаем, что счастье – это такая категория, у которой очень расплывчатое определение. Счастье, или Саада, знаменитая категория учения Альфа-Раби, для него, как для последователя учений Платона и Аристотеля, для него это интеллектуальная жизнь, безусловно. И эта интеллектуальная жизнь потому хороша для Альфа-Раби, ведь он был все-таки философом своего времени, потому хороша, потому что интеллектуальная жизнь – это та жизнь, та деятельность, которая приближает нас к Богу, к божественному. То есть Бог для него, как для арабоязычного перипатетика – это, безусловно, интеллект. И только наша интеллектуальная составляющая, причем, так сказать, актуализируя наш интеллект, потому что мы же обладаем интеллектом изначально, как человеческие существа, с потенциальным интеллектом мы рождаемся. Мы рождаемся, и потенциально мы все умные. Но проблема в том, что многие этот интеллект не актуализируют, погрязли в каких-то, так сказать, с точки зрения Альфа-Раби, совершенно ненужных моментах, принимая их за счастье, материальные блага или физические удовольствия и так далее, и совершенно забывают о том, что именно интеллект приближает нас к Богу, приближает нас к идеалу, приближает нас к божественной жизни. Этот момент, безусловно, совершенно платонический и аристотелианский. Также как для Аристотеля неподвижным перводвигателем является интеллект, также и для Альфа-Раби, собственно, он в своей модели реализует, собственно, вот эту вот платоническую аристотелианскую идею. Таким образом, мы, наверное, можем говорить, что вот эта самая наша модель, Альфа-Раби-Университи-Смарт-Сити, поскольку она заявлена как основанная на учении Абу-Насра ибн Альфа-Раби, основана на модели счастья, которую, собственно, и пропагандирует, так сказать, если можно так выразиться, Альфа-Раби. И, безусловно, говоря о том, что цифровая трансформация не сводится к технологиям, мы, однако, не должны забывать о технологиях, об этой составляющей. Таким образом, наш Альфа-Раби-Университет к этому счастью стремится, используя различные технологии, и существует в нашем университете такой проект, как Е-Кампус, который предполагает создание высококачественной и высокотехнологической информационно-образовательной среды университета через системное развитие IT-инфраструктуры, создание интегрированной информационной системы управления ключевыми ресурсами и сервисами, ориентированными на удовлетворение и развитие потребностей пользователей образовательного сообщества с целью перехода на новый уровень зрелости IT-инфраструктуры управления сервисом. Ну, конечно, мы с вами сейчас, в данный момент, давайте не будем говорить о некоторых недостатках, с которыми мы сталкиваемся буквально сегодня, да, с нашими расписаниями. То, что очень раздражает, вполне вероятно, что проблема здесь как раз-таки не технологическая, а именно нежелание достичь счастья, то есть элементарно достичь того состояния, в котором можно заниматься интеллектуальной деятельностью, потому что пока что в некоторых случаях мы занимаемся какой-то не такой деятельностью, она не очень интеллектуальная, вследствие того, что у нас расписание немножко вот так вот лагает. Но это ничего. Но главное, что идея и цель очень хорошие. Что ж, электронный кампус КАЗНУ – это информационно-коммуникационная платформа с развитой транспортно-коммуникационной магистралью передачи данных. Единая точка входа в единую информационно-образовательную среду для доступа к ключевым информационным ресурсам и сервисам научно-образовательного характера. Комплексная система безопасности на уровне IT-ресурсов и IT-инфраструктуры. Опять же, наверное, я немножко покритикую. Что касается системы безопасности, в период экзаменов у нас постоянно обрушивается сайт, потому что идут ДОС-атаки, соответственно, система безопасности тоже требует, конечно, совершенствования. Но в общем и целом электронный кампус КАЗНУ работает, да, все-таки работает. Универ работает, система приема экзаменов работает, система выставления оценок работает, но есть еще над чем работать. Тем не менее, как я уже говорила, система взаимоотношений меняется кардинально, и электронный кампус, конечно, этому способствует. Ну и что ж, здесь вы можете видеть графическое изображение электронной модели, электронного кампуса КАЗНУ, да, вместе с различными сервисами и структурами, которые его составляют. Универ, директум, информационный сервис, ситуационно-мониторинговый центр, Wi-Fi-сеть. Вот здесь вот я тоже хочу немножко практиковать. У меня лично Wi-Fi-сеть ловила только на IT-факультете во всех остальных местах, она просто не ловила. Сетевая серверная инфраструктура и дата-центр, да. И следующая инфографика наша, если хотите, это концептуальное представление модели электронного кампуса, которое предполагает информационную инфраструктуру и сетевую инфраструктуру, связанными между собой. Да, но, собственно, всю эту информацию, вся эта информация, она существует в открытом доступе на сайте КАЗНУ. Я всего лишь хотела вам о ней напомнить. Я отдельно хочу еще раз обратить внимание наших студентов, потому что я для себя открыла электронную библиотеку КАЗНУ. И я считаю, что это одно из лучших достижений, возможно, нашего Е-кампуса проекта, да, и Альфа-Раби-Смарт-Сити в целом проекта. Электронная библиотека КАЗНУ, о которой мы с вами, по-моему, уже беседовали. Тем не менее, мы с вами можем очень многое здесь почерпнуть, да. Здесь, во-первых, в открытом доступе у нас присутствуют различные объявления, да, о проведении каких-то онлайн-вебинаров, какие-то объявления. Нет, цифровая библиотека Акт-Нур-Пресс. Что за Акт-Нур-Пресс? Так, еще лучше. Ну и так далее, да. Мы можем также посетить, собственно, электронный каталог, да, посмотреть, есть ли какие-то книги у нас. И опять же, библиотека – это ведь особая такая вещь совершенно, да. То есть библиотека – это то, как культура, интеллектуальная культура функционирует. Это, собственно, место средоточия знаний, да, место знания. И в этом отношении очень важно, как работают библиотеки. Это всегда так было. Так, полнотекстовая база данных, пусть загружается. Мы можем найти очень много, очень много информации. Ну, в частности, вот по трудам Аль-Фараби всегда я ищу. 100 учебников, переведенных на казахский язык, они все присутствуют на нашем сайте и так далее. Труды Аль-Фараби вы можете читать онлайн. Это все в прекрасном, очень хорошем, доступном виде, совершенно свободно присутствуют в электронной библиотеке. И когда я преподаю Аль-Фараби и современность, особенно на английском языке, но не только на английском, я всегда использую вот эту возможность для коллективного медленного чтения со студентами. Кроме того, мы с вами можем посетить различные ресурсы, некоторые из которых... Так, некоторые из которых... Сейчас, секунду, я их найду. Песни казну, в частности. Так, я уже забыла, где я это видела. Ну, тут у нас отзывы и предложения написано. Базу данных. Сейчас я найду. Некоторые из которых доступны, вот они. Доступны только в тот момент, когда вы находитесь на территории кампуса. То есть, если вы выходите в сети Wi-Fi в казну, или если вы выходите с любого компьютера в казну онлайн, вы можете совершенно свободно, совершенно бесплатно получить доступ в такие обширные знаменитые базы данных, как Springer, Scopus, Elsevier и так далее, Oxford Academic. То есть, все, что на самом деле стоит очень дорого, и в рамках вашего индивидуального бюджета это едва ли реализабельно. То есть, я знаю, что Scopus достаточно дорого стоит. Тем не менее, из дома я не выйду, потому что я сейчас не в сети казну, но вы можете искать журналы, искать статьи, искать информацию по авторам. Тот самый знаменитый Scopus, которого все хотят и все боятся, совершенно спокойно иметь к нему доступ, зарегистрироваться, создать учетную запись, искать документы и так далее, со всеми инструкциями необходимыми, в принципе, достаточно ясно. Таким образом, я считаю, что работа, конечно, ведется у нас по реализации вот этого проекта Е-кампус и Альфа-Раби-Смарт-Сити, есть определенные недостатки, но тем не менее, с ними можно, так сказать, бороться. И самое главное, об этом говорить, потому что если мы скажем сто тысячу раз нашим студентам, магистрантам, что существует такой Альфа-Раби-Университи-Смарт-Сити, и в нем существуют какие-то достоинства и недостатки, то есть большой шанс, что когда они станут сильнее, получат свои докторские степени и так далее, и начнут руководить университетом, они также с помощью вот таких вот поступательных движений в конечном итоге достигнут того состояния сада, состояния счастья, которое предполагает коллективное счастье, а отнюдь не индивидуальное счастье. Ну и в заключении я хочу вам напомнить, что техника не бывает аксиологически нейтральной. Этому будут посвящены наши занятия. Техника не бывает аксиологически нейтральной, то есть она не бывает ценностно нейтральной. Ценностно она не нейтральна. И в этом отношении, так, я обещала, что будет короткое занятие, а сама опять начинаю говорить очень много, я бы хотела вам с вами поделиться драфт-силабусом, и мы увидим, что очень много тем наших посвящено аксиологической важности технологических инноваций, человекотехнология, антропологические какие-то последствия цифровых инноваций, отдельно science fiction, футурологические теории, связанные непосредственно с инновациями тоже цифровыми. The question concerning technology, мы опять вернемся к нему, к хайдегеровскому тексту, бытие и технология, одиночество в сети – одна из тем достаточно популярных. Мы попробуем поговорить об этических проблемах и dark web, так называемом. Я, разумеется, не специалист по dark web, но тем интереснее будет мне готовить. Конечно, как интернет влияет на детей, хорошо или плохо, постараемся посмотреть, есть ли информация по этим проблемам. Политика и интернет, цифровая демократия, что это такое. Индустрия 4.0 в Казахстане, мы не можем не затронуть этот вопрос. И еще раз, как бы в заключение, вернемся к вопросу Alfa Arabi Smart City, и перспективы для цифровой грамотности и трансграмотности как основания для устойчивого культурного развития, как основания для устойчивого культурного развития. И поговорим с вами, собственно, о будущем. То есть заключается ли наше будущее с вами в том, чтобы продолжать развивать цифровые технологии, или, может быть, появятся какие-то другие технологии или другие представления, которые все-таки поменяют наши отношения с нашими маленькими экранами. Ну что ж, на сегодня все, ребят. Большое спасибо, что пришли вечером. Те, кто к нам присоединились с остальными ребятами, посмотрим, что у них с расписанием. И надеюсь, что нам удастся все-таки расписание наше утрясти, и в следующий раз мы с вами в полном составе соберемся. Тем, кто пришли, спасибо большое и удачного завершения дня. Спасибо. Спасибо. До свидания.